здравствуйте уважаемые студенты курс химическая защита растений лекция 12 часов первая лекция сегодня у нас практически занятия 14 часов на этом для изучения этого предмета мы должны использовать из этих учебников а также список химических и биологических средств борьбы с вредителями болезнями растениями и сорняками тема сегодняшней лекции введение цель и задачи курса доцент кафедра карантин и защита растений болтай бакер сапарович на этом слайде показано значит вопросы изучаемые на эти темы основной цель нашей достижения устойчивого роста сельскохозяйственного производства надежное обеспечение страны продуктом питания сельскохозяйственным сырьем сельскохозяйственным один из резервов увеличения валовых сборов сельскохозяйственной продукции это ликвидация потерь урожая от вредителей болезни растений а также из сорняков ежегодные потери мировые потери сельскохозяйственной продукции от вредителей на этом слайде показано 203,7 миллиона тонна зерна 228,4 миллиона тонна сахарная свекла 23,8 миллиона тонна картофель 23,4 миллиона тонна овощные культуры а также 11,3 миллиона тонна фруктовые культуры ежегодно потеряется от вреда вредных от сельскохозяйственных вредителей значит наш предмет связано с сельскохозяйственной энтомологией то есть это наш энтомология это значит предмет который изучает вредители и мир борьбы с ними сельскохозяйственная фитопатология который изучает болезни растений и мир борьбы с ними биологическая защита растений изучает биологический метод борьбы с вредителями растеноводство Это изучает все наши культуры, сельскохозяйственные культуры и другие растения. Физиология растений, а также микробиология. С этими предметами тесно связаны предмет химической защиты растений. Все вредные организмы делятся на три группы. Первый – вредители, второй – болезни, третий – сорные растения. Когда мы вредители, вот здесь вы сами знаете, встречается в жизни колорадский жук, например, яблонная плодожорка, белокрылька, тли, коробочный червь, моли, саранчи, ореховая плодожорка и другие. Из болезней вы видели мучнистая роса, парша, вилл, гаммоз, манелиоз, кластоспариоз, корневые гнили и другие болезни. Сорные растения бывают много видов, значит, из них свинорой, гумай, камеш, черный паслен, вилл, полевой, заразиха, павильника и другие сорные растения принесут большой вред в нашем сельском хозяйстве. Вредители – это насекомые, клещи, нематоды, моллюски, грызуны – являются вредителями сельскохозяйственных культур. В зависимости от строения ротового аппарата, вредители делятся на две группы. Сосущие вредители – это вредители высасывают сок растений. И грызущие вредители – это вредители имеют грызущий ротовой аппарат. Насекомые чем отличаются от клещей? Вы раньше общую энтомологию изучали, что насекомые – это шестоногие животные. Клещи – это восьминогие животные. Нематоды – это круглые червы. Моллюски – слизны, а также грызуны – тоже являются вредителем сельскохозяйственных культур. Болезни – фитопатогенные организмы, вызывающие заболевания растений и посевов, относятся к возбудителям заболеваний. Делятся по типу организаций на три группы. Грибные возбудители, бактериальные возбудители, а также вирусные. То есть у растений имеются грибные, бактериальные и вирусные болезни, а также неинфекционные болезни. Вредят нашим сельскохозяйственным культурам. Сорные растения, дикие растения, растущие на посевах культурных растений, называются сорными. Сорные растения делятся на две группы. Однолетние – растения, завершающие свое развитие в течение года. Например, дикий овес, мар белая, черный паслен и другие. И многолетние – растения, развивающие в течение двух и более лет. Например, свинорой, гумай, вьюнок полевой, полевой верблюжная колючка, пиры, камеш и другие сорные растения, которые приносят большой вред нашему урожаю. Методы защиты растений. Агротехнический метод направлен на создание лучших условий для развития растений, повышение их устойчивости к воздействию вредных организмов. К таким приемам относятся обработка почвы, подготовка семенога и посадочного материала, применение удобрения, сроки и способы уборки. Способы, значит, посыва и уборки. Карантинные мероприятия – это система государственных мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение наиболее опасных болезней вредителей и сорняков. В условиях непрерывного возрастающего обмена материальными и культурными ценностями между государствами, карантинные мероприятия приобретают все большее значение. Вы хорошо знаете, что есть внутренний и внешний карантин. Внутренний карантин, значит, регулирует уже проникшую нашу страну, но еще полностью не распространено. Значит, они на отдельных областях есть, на других областях еще они нет. Внутренний карантин занимается изучением, значит, путепроникновения и карантинных объектов, а также их предотвращением, их проникновением. С этим занимается внешний карантин. Значит, один из методов защиты растений – это физический метод. Физический метод связан с использованием высоких и низких температур, ультразвук, токов высокой частоты, радиационные излучения. Механические методы заключаются в уничтожении насекомых с помощью ловчих каналов, колец, световых ловушек и других приспособлений. Биологический метод защиты растений основан на использовании противородителей и болезней и сорняков, их естественных врагов, а также различных бактериальных грибных препаратов, вызывающих массовую гибель вредных насекомых. Значит, вы сами тоже видели, что это все три метода безопасны для окружающей среды. И для людей тоже. Способствуют получению органических продуктов, то есть экологически чистых продуктов. Они способствуют получению экологически чистых продуктов. Поэтому мы в данный момент основной метод является во всем мире интегрированная защита растений, но из них самые более безопасные методы, вот эти, которые мы сейчас видим, агротехнические, физические, механические и биологические методы. В нашей республике на Хлопчатнике почти 100% применяется основной биологический метод. Против гусениц вредных совок применяется паразит бракон. Против яйца, это вредители совок, азимой совки, хлопковой совки, применяется паразит, значит, эндопаразит трихограмма. И всех комплекс сосудов вредителей применяется золотоглазка. Они сначала разводятся в биолабораториях. В нашей стране существует более 600 биолабораторий, где размножают энтомофаги и их расселяют по полям. И, значит, по возможности, значит, когда численность вредителей меньше, тогда этот метод дает очень хороший эффект. Однако, когда вредителей много, придется, значит, применять химические и другие истребительные методы. Методы химические защиты растения. Основан использование различных, использование, значит, различных химических, органических, неорганических соединений, токсичных для вредных организмов. Химические средства отличаются большой универсальностью. Их можно применять против большинства вредителей, болезней и сорных растений на сельскохозяйственных культурах и разных угодах. А также обрабатывают ими склады, теплицы, элеваторы и другие сооружения. Исключительно велико значение фумигантов для обеззараживания различных материалов и продуктов, а также фуража. Основная задача курса химической защиты растений обучение правильному применению современных химических средств защиты, химических средств защиты растений, изучение природы механизма их действия, применение наиболее рациональных их и безопасных способов использования. Основное для этого мы должны хорошо осваивать этого предмета и, значит, химическая защита растений. Это наука о пестицидах, их физико-химических и токсикологических свойствах, действия на вредные организмы и элементы окружающей среды, а также безошибочного применения в системе интегрированных защитных мероприятий и интенсивных технологий. Значит, на этом лекции мы, уважаемые студенты, изучали, значит, введение предмета химической защиты растений. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.